Добрый день, дорогие друзья! Я хочу начать с обращения. Если вы перестали видеть наши посты у себя в ленте, то поставьте, пожалуйста, нашу страничку в приоритете показа. Как это сделать? Под нашей странице, на нашей странице, вернее, «Правильное питание. Красота» под нашим основным фото на страничке. Под ним написано «Вы подписаны». Если вы подписаны, значит, вы сейчас видите это видео. Если не подписаны, подпишитесь. И рядышком с «Вы подписаны» стоит треугольничек. На него надо нажать. И там будет написано «Получать уведомления». Как это? Отказаться от подписки, по-моему. Просто получать уведомления. И приоритет показа. Поставьте приоритет показа, и тогда вы точно не пропустите все наши новости, все наши посты. Потому что сейчас нововведения в Фейсбуке такие, что всего лишь небольшой процент людей видят в своей ленте новости и все посты. Поэтому поставьте в приоритете показа, и вы будете видеть все наши публикации, и не пропустите важных новостей. А сегодня я хочу продолжить тему о механизме набирания веса. Отчего же все-таки ширится талия, отчего растет попа, отчего растет живот, и другие выпуклые места. В прошлый раз мы с вами говорили, мы делали эксперимент, вернее, и увидели, сколько может быть несладкого сахара в вашей тарелочке. Если вы еще этот эксперимент не сделали, то обязательно посмотрите видео с прошлого понедельника, и напишите мне в комментариях под этим видео, сколько же ложек сахара вы съедаете в течение дня, если вы не экспериментировали. А если вы уже увидели, что много, напишите, сколько было и сколько сейчас. Но я верю, что вы уже уменьшили количество съедаемого сахара в своей несладкой еде. Сегодня поговорим на все ли углеводы в одинаковой степени дают одинаковое количество сахара. Например, мы с вами разговаривали, что съедая овсянку, например, 100 грамм овсянки, в которой содержится 60 грамм углеводов, вы получаете в переводе на столовые ложки 60 грамм углеводов, это 4 столовые ложки сахара. Так вот, все ли они попадают в кровь? И сегодня как раз тема об этом. Об этом. Значит, смотрите, в течение длительного времени считалось, что любые углеводы в равных количествах дают одинаковый инсулиновый ответ. Что это такое инсулиновый ответ? Но съедая любой углевод, он преобразуется в глюкозу в нашем организме. И, конечно же, глюкоза не может сама двигаться по крови. И всегда, когда поступает больше, чем нужно, количество глюкозы, в организме выделяется гормон инсулин, который должен взять эту глюкозу и отвести ее в клетку. То есть понизить содержание сахара в крови. Потому что сахар не может болтаться по крови просто так. Скажем, если, ну, без надзора. Потому что он натворит очень много бед. О том, какие повреждения там глобальные делает сахар в крови. Вот, об этом детально мы разбираем на нашем курсе «Едим, худеем, красивеем». Поэтому, пожалуйста, приглашаю, приходите разбираться в этом глобальный. А сейчас просто я вам скажу, что он очень любит. Поэтому не может он гулять сам глюкоза. Ну, глюкоза равно сахар, да? Не может гулять глюкоза сама по крови. Обязательно вызовется инсулин. Так вот, раньше считалось, что оно, любые углеводы вызывали одинаковое количество, ну, инсулина, будем так говорить. В середине 70-х годов, я вам сейчас расскажу историю, откуда вообще взялось, ну, вот это понятие, о котором мы сегодня будем говорить, гликемический индекс. 20 века один ученый, фамилия его Крапа, он открыл, что имея одинаковую концентрацию чистого углевода, разные продукты не одинаково влияют на повышение сахара. Другими словами, мы можем съедать разные углеводы, и они по-разному увеличивают количество сахара в нашей крови. Вот, и дальше уже выяснялось, в какой степени, насколько по-разному. Так вот, показатель, который показывает, насколько данный углевод повышает содержание сахара в крови и называется гликемическим индексом. И из этого мы можем понять, что гликемический индекс относится только к углеводам. К белкам и жирам он никакого отношения не имеет. Другими словами, гликемический индекс выражает, какое количество глюкозы, то есть сахара, образуется при переваривании того или иного продукта, ну, углеводного. И дальше уже составили таблицу гликемических индексов. Этот ученый, он произвольно присвоил глюкозе индекс 100. Точно так же, как когда-то произвольно было присвоено 0 градусов термометру Цельсия. Кроме того, число 100 соответствует 100% всасываемости глюкозы. То есть, если вы выпили кофе и положили туда 2 чайные ложки сахара, а в каждой чайной ложке по 5 грамм, 10 грамм сахара вы положили, то 100% все 10 грамм окажутся в вашей крови. Надеюсь, понятно. И дальше просто значение гликемического индекса каждого продукта начали сравнивать с тем, как повышает именно сахар, так как его приняли за 100, как сахар повышает содержание, опять же, того же сахара в крови, то есть при съедании сахара. Вот. Ну, такая тавтология, ну, так и есть. Почему это очень важно? Почему уровень глюкозы в крови? Это очень важный параметр регулирования веса. И мы говорим именно это в плане похудения. Дело в том, что повышение сахара в крови, это процесс называется гликемия, да, то есть содержание сахара в крови – это гликемия, а когда мы увеличиваем содержание, то это гипергликемия, да. Ну, как гипертония, так и гипертония, то есть чего-то больше. Так вот, содержание сахара в крови – это следствие переваривания углеводов, да. Оно, я уже сказала, вызывает выработку гормона инсулина, а инсулин – гормон стрессовый, а инсулин спазмирует сосуды, он повышает давление, и он определяет, будет ли приведен в действие механизм набирания веса или не будет. И в связи с этим все продукты делятся на продукты с высоким, с низким и средним гликемическим индексом. То есть, если съедаете какой-то продукт с низким гликемическим, если вы съедаете продукт, и содержание сахара в крови повышается незначительно, значит, это продукт с низким гликемическим индексом, и нам нужно на них обратить внимание, на эти продукты. Ну, и соответственно, наоборот. Высокий гликемический индекс, значит, очень сильно повышает уровень сахара в крови, и, соответственно, равно приводит к ожирению. Ну, и в связи с этим, да, можно было бы сказать, что если у продукта одинаковый гликемический индекс, значит, ну, они одинаково нам вредят. Ну, в связи с этим хочу вам привести пример. Например, гликемический индекс в пончиках 76, ну, высокий, да, сразу скажу, что если вы хотите худеть, стройнеть, чтобы талия уменьшалась, продукты вам нужно употреблять углеводные с гликемическим индексом до 40. Это ваши продукты, поэтому обращайте на них внимание. Если вам не нужно худеть, у вас все хорошо, вот, то вы можете кушать продукты с гликемическим индексом до 70. Ну, продукты с гликемическим индексом свыше 70, то есть до 100, ну, если вы хотите жить дольше, от них нужно вообще отказаться навсегда и прожить качественную жизнь долгую. Так вот, гликемический индекс пончиков 76, гликемический индекс арбуза 75. Ну, с трудом верится, что съедая арбуз или пончики, да, мы одинаково, ну, получим углеводов и одинаково потолстить, ну, а это скажется на нашей фигуре, да, то есть вряд ли мы наберем одинаковое количество жировых отложений, съедая тот или иной продукт. Так вот, здесь входит уже понятие гликемическая нагрузка, то есть она уже учитывает количество съеденных углеводов. То есть, давайте подведем итог на это, ну, сделаем вывод на этом этапе. Первое, нам подходят продукты с гликемическим индексом. Ну, все ли продукты нам подходят и сколько их нужно съесть? Почему сейчас вопрос этот актуален? Потому что сейчас очень много фруктов, да, и мы знаем, что фрукты содержат огромное количество фруктозы. Люди спрашивают, а сколько же можно мне съесть этих фруктов, ну, вот за один раз, и сколько вообще мне их можно съесть и можно мне их, потому что многие наслышаны, что от фруктов все-таки люди поправляются. Особенно это хорошо заметно во фруктовый сезон, виноградный сезон, да, когда тяжело становиться, вкусный виноград, и потом это видно на боках. Так вот, гликемическая нагрузка, как она считается? Она уже учитывает количество съеденных углеводов. Давайте посмотрим на пончики и на арбуз. Итак, пончики. Содержание в 100 граммах пончиков углеводов, ну, примерно 50 грамм углеводов на 100 грамм пончиков. И гликемический индекс 76, то есть практически, практически, ну, три четверти съеденных углеводов попадет в кровь. То есть из 50 76 процентов, да, то есть это, ну, я уже арифметикой позанималась, то есть это 38 грамм. 38 грамм глюкозы попадет точно в вашу кровь, если вы съедите 100 грамм пончиков. А если вы съедите 100 грамм арбуза, как посчитать гликемическую нагрузку? Содержание углеводов в 100 грамм арбузе, ну, примерно 7 грамм. Это я не выдумываю, это все данные, вы можете найти на сайте, это и есть калорийность продуктов. Сколько углеводов в том или ином продукте? Ну, и, соответственно, белковых жиров, но мы сейчас об углеводах. Вот, так вот, в 100 граммах арбуза 7 грамм углеводов, а гликемическая нагрузка 75. Как нам узнать, сколько же попадет глюкоза в кровь? Соответственно, мы 7 грамм умножаем на 75 и делим на 100. То есть это получается, сейчас посмотрю, я уже тут умножала, вот, это примерно 5,2. Ну, вы можете умножить, но я уже это сделала. Примерно 5,2 грамма глюкозы попадет в кровь. То есть, если вы съедите 100 грамм арбуза, 5 граммов, ну, округлим, 5 граммов глюкоза попадет. Если вы съедите 100 грамм пончиков, 50 грамм. То есть 1 чайная ложка попадет и 10 чайных ложек сахара. То есть поймали. То есть ни гликемический индекс, ни... на него нельзя полагаться 100%. Да, то есть еще есть понятие гликемической нагрузки. Для чего она нам важна? Для того, чтобы не вызвать большой инсулиновый ответ. Кого это касается? Людей, которые хотят стройнеть, которые хотят, чтобы талия уменьшалась. Людей, у которых есть сахарный диабет второго типа. Ваша гликемическая нагрузка должна быть не более 5-7 грамм за один прием. То есть вот так вы можете сами рассчитать, сколько же мне можно съесть того или иного фрукта за один раз. Ну, возможно, таких разов будет несколько в течение дня. Да, то есть вы съели столько арбуза, потом еще столько арбуза. Ну, почему арбуз, ну, так нам, скажем, ну, опасен немножко в этом плане? Потому что на 100 граммах никто не останавливается. Арбуза съесть легко и полкилограмма, и килограмм люди думают, да, ну, там вода, ну, что там, ну, это ж вообще... Это все только полезно. Однако, однако, да, в 100 граммах арбуза мы уже увидели, гликемическая нагрузка 5 грамм. А нам нужно, если мы хотим стройнить, 5-7, да. Таблицы дают, ну, разные, дают разные показатели. Некоторые пишут, что до 10 безопасная нагрузка, ну, дальше уже выше, 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 то есть там сильная нагрузка. Ну, я думаю, если мы съедим не 10, а 7, это гарантированно не вызовет инсулиновый ответ. Соответственно, мы запустим, не будет, ну, как бы, механизм набирания веса не пойдет. А если мы съедим, давайте с кофе, ну, с чаем, то любители, если вы положите одну чайную ложечку сахара, где содержится 5 грамм, то инсулиновый ответ не вызовется. То есть гормон инсулин не будет вызван, потому что это небольшое количество глюкозы, и она, так скажем, незаметно пройдет по крови. А если вы положите уже 2 чайных ложечки сахара в кофе, то это уже 10 грамм, это уже заметно, и тут вызовется инсулин. Ну, я надеюсь, понятно. Поэтому это очень важные показатели, и именно от того, что люди переедают углеводов, со временем происходит ожирение, ишемия, сахарный диабет второго типа, ну, и более серьезные последствия. Поэтому, если вы хотите стройнить, давайте сделаем вывод. Если вы хотите либо стройнить, либо вы уже стройны и хотите удержать свою фигуру. Первое. Вам нужно использовать продукты с гликемическим индексом до 40. Это те, кто хочет стройнить. Тем, у кого все хорошо, можно до 70. С выше мы вообще не смотрим. Это продукты, которые нас убивают. Медленно, но уверенно. И дальше, то, что касается любителей фруктов, да, или сколько можно съесть тортика, вот как обмануть, то нужно уже рассчитывать гликемическую нагрузку. Конечно, гликемический индекс, он меняется. То есть в разной обработке он имеет разную, цифру разную. Но сегодня мы об этом не будем так глубоко заходить. Об этом уже нужно индивидуально разбираться. Поэтому там уже приходите на курсы, и там будем разбираться, смотреть, считать индивидуально про вас. Я верю, что вам была полезна эта информация. Если это так, то, пожалуйста, ставьте лайки. И, пожалуйста, не забудьте написать в комментариях, сколько же вы съедаете сахара в каждом дне. Всего доброго. До новых встреч. Стройните, худейте и классного вам дня. Стройните, худейте и классного вам дня.